всем привет что-то не задалась у меня сегодня рыбалка проплавал ничего и ни у кого ничего не клюет вообще все жалуются что выходов много толку никакого ну давайте зато я могу сейчас записать спокойно видео который обещал записать просто скапливается много комментариев по поводу снастей по поводу оснащения лодки по поводу всего давайте я попробую ответить на них сразу в этом видео потому что видео по снастям я в прошлом году записывал ну в принципе можно и повториться почему бы и нет давайте потихонечку значит смотрите основное мое удилище это удилище catfish от фирмы аэлит с тестом от 80 до 120 грамм метр восемьдесят она длиной ну я дам все описание снастей под видео будет катушечка на ней стоит аккума сеймер с байтранером модельку тоже я вам скажу там напишу модель с байтранером катушка мне удобнее ловить с байтранером то есть как-то вот я привык так ловить шнур здесь намотан у меня дайнима делюкс по-моему 0 4 с разрывной по моему до 25 что ли килограмм не помню потом далее у меня здесь стоит вот такая вставка вот такая вставка из двух грузов один стоит двухунцовый груз а здесь стоит унцовый груз 28 грамм снасти я делаю здесь собираю при помощи вот таких карабинов они очень крепкие ну поскольку у нас здесь сама крупнее допустим там 20 25 наверное вряд ли можно встретить поэтому эти карабины вполне нормально держит они очень мощные а далее идет вот такой поводок из флюрокарбона 0 47 и соответственно наживка поводки я использую вот такие с двойными крючками то есть вот у меня вот так вот поводочек сделан два крючка просто для того чтобы приманка была более объемной давайте я ее сейчас опущу вниз пока и дальше продолжим будем разговаривать вот здесь у меня на шнуре завязаны узелки для чего для того чтобы если я не вижу приманку на их холоде я ориентируюсь по этим узелкам то есть у меня вот на пяти метрах завязано два узелка потом на семи с половиной метрах у меня завязан один очень легко ориентироваться но я сейчас на семь с половиной опущу не буду больше здесь десять метров глубина всего на десяти метрах тоже два узелка завязаны и на 12 метрах еще один глубже я никогда не отпускаю далее второй удильник у меня это удильник от тарабука все все райдер 210 с тестом до 20 до 200 грамм оснащение все то же самое только катушка стоит здесь shimano байтранер 6000 тоже байтранер шнур шнур здесь намотан power pro 023 прошка и поскольку он светлый то здесь я метки ставлю не ниточками а просто беру фломастер черный или красный то есть и черный и красный фломастер и просто наношу метки фломастером приходится их подновлять периодически но зато это все видно прекрасно опускаешь нет никаких проблем вот как бы это вот как бы гостевой у меня удильник я редко с двумя удильниками ловлю также у меня вот есть лопаточка такая я не подгребаю потому что двумя веслами меня оперировать не очень удобно лопаточка прям шикардос на у меня здесь вписалась далее у меня здесь в лодке под сиденьем есть вот такие выдвижные ящички тут вот у меня заначка который тут уже лежит хрен знает сколько здесь у меня все самове и оснастки лежат все это у меня под днище лодки крепится и совершенно не мешает далее что касается крючков я либо использую вот такие хикара но это если я сделаю снасть с одинарным крючком потому что крупноватые они а ну для наших условий также у меня есть гамакацу также как дополнительные вот даже прочесть не смогу как это называется очень неплохой это я просто в пачку из-под овнера положил крюки канель но это я в пачке из-под овнера вон у меня лежат канель ские крючки мне очень понравились и я прямо имя постоянно ловлю также я купил недавно еще крюки кайман вот такие тоже очень хорошие и вот сейчас я тоже их ставлю появились недавно единственное что с крючками надо отметить вот смотрите вот это гамакацу 40 вот это кайман 20 а вот это овнер 80 а крюки одинаково практически размеры то есть не берите по нумерации берите потому что вы видите глазами то есть какой вы крюк видите размер его реальный тот тот и берите потому что на нумерацию они все производители какую-то совершенно произвольную ставят потому что вот хикара тоже 40 но они гораздо больше чем тот же кайман раньше я когда ловил я на нижний груз выше приманки ставил вот такой октопус многие кто смотрели мои прошлогодние видео видели что у меня стоит нагрузили вот такой вот октопус я просто грузил вот так вовнутрь вставлял надевал и он у меня болтался но вы знаете я честно сказать от этого отказался потому что все кто так ловит советуют делать очень короткий поводок и сам я убедился в этом что сом начинает выходить зачастую не к приманке а к этому октопусу и я от него отказался тоже с коротким поводком я пробовал ловить у меня ничего не получилось почему-то поклевок не было флюорокарбончик у меня на сегодняшний день вот этот я ловлю вот им поводочки делаю 047 но в принципе до этого у меня были других производителей флюорокарбон тоже в принципе неплохо 047 до 13 с половиной килограмм при хорошем фрикционе не знаю я и на 16 вытаскивал проблем нет особо никаких с ним единственный нюанс монтажа снасти с таким флюорокарбоном это то что когда вы затягиваете узел вот у меня в лодочке все время лежит тюбик суперклея то есть когда я завязываю на таком жестком на флюорокарбоне узел перед затяжкой я его всегда обязательно проклеиваю то есть я проклеиваю этот узел затягиваю все после этого он уже точно не развяжется ну и соответственно в лодке у меня стоит эхолот garmin striker 7sv он подключен через прикуриватель здесь же у меня юсб порты чтоб телефон зарядить там еще что то может фонарь подключить ну и соответственно вот здесь в носу меня стоит аккумулятор вот как бы вот такая у меня незатейливая снасть в принципе достаточно удобно я вот уже ловлю три года этими оснастками и вполне я считаю в наших условиях это совершенно нормально ну и соответственно у меня квок который я купил в магазине у нас в воронеже если уж точнее быть в магазине избушка рыбака сейчас я таких квоков в продаже не вижу также у меня есть вот самодельный квок но я не сам его делал это мой приятель делает также у меня есть еще несколько квоков которые делал мой тесть то есть все квоки естественно с собой не таскаю беру с собой два но в любом случае как говорят уже многие опытные люди что хорош тот квок которому вы просто сами изначально привыкли то есть которым у вас просто легла рука вы научились им квочить и не забивайте себе голову квочите тем которым вы научились квочить а уже когда потом станете супер-пупер мастерами ну тогда уже будете либо сами делать либо уже разбираться в их как бы нюансах и в нюансах их приобретения покупки зачастую даже ну как бы вот у нас например многие магазины позволяют например такую вещь сделать оставить деньги в залог в магазине взять к в окна один день пока очень понравился понравился не понравился я прихожу и возвращаю просто а за сим пока пока подписывайтесь на канал ставьте лайки ставьте дизлайки пишите комментарии ох что-то тут моторка прошла нас шатает пока и и и и и